Великий художник Илья Ефимович Репин А мать будущего художника Татьяна Степановна осталась сама с четырьмя детьми, старшей дочерью Густией, Ильей и еще двумя младшими сыновьями. Семья жила очень бедно, из-за этого живописцу в будущем пришлось самому прокладывать дорогу к успеху, в этом ему помогали только трудолюбие и талант. А началась творческая карьера мальчика с изготовления игрушечных лошадок. Он вырезал их из бумаги или же лепил из воска. Хорошо у него получалось, да так, что некоторые люди даже специально ходили к его дому, чтобы полюбоваться на аккуратно выставленных коней на его подоконнике. На путь рисования натолкнул будущего художника его двоюродный брат Трофим Чаплыгин, который заехал к семье мальчика на Рождество и подарил ему дорогой подарок – акварельные краски. С тех пор живопись стала неотъемлемой частью жизни Ильи. В 13 лет юноша идет в местную школу военной топографии, из которой уходит через два года из-за ее закрытия. Сразу после нее он идет учиться к местному иконописцу Бунакову. Вместе с ним они расписали не одну церковь не только в своем, но и в соседних селах. Уже через год Илья превзошел своего учителя. У мальчика появляются первые заказы, а юном художнике узнают и за пределами родного городка. Давно уже хотел Репин поехать в Петербург учиться в Академию художеств. И в 1863 году он переезжает жить туда. Сначала он идет в школу рисования Общества поощрения художников, где знакомится с молодым и уже знаменитым Крамским. И много у него учится. И вот упорно шел к мечте Илья Ефимович, и она у него сбылась. В 1864 году он становится учеником Академии. В 1869 году его картина «Иова и его друзья» получают малую золотую медаль Академии художеств. В 1871 году Илья Ефимович пишет дипломную работу «Воскрешение дочери Иаира», за которую награждается большой золотой медалью. Мы находимся в темной комнатке, освещенной только слабым огнем свечей и легким еле заметным бледным светом из окна. Приближается рассвет. На белом ложе, на простынях, в цветах лежит тело мертвой девушки, дочки друга Христоса и Иаира. Сам Иисус, облаченный в голубой хитон, взял за руку девушку, чтобы воскресить ее. Он смотрит на нее не как бог на обычного смертного, а как доктор на пациента, которому он сопереживает. Его лицо мудрое и спокойное. Уже понятно, что вот-вот должно произойти чудо, и опять мы услышим веселый смех уже живой девушки, увидеть ее улыбку родные, которые стоят в темной половине комнаты. По их лицам можно прочитать испуг, скорбь, веру в чудо. Возможно, все бы получилось не так реалистично, если бы Репин не вспомнил эмоции своих близких, когда умерла его старшая сестра Устья. Вообще, картины библейской религиозной тематики занимают отдельное и немалое место в его творчестве. Среди них «Тайная вечеря». Их было две картины, одна 1876 года, а вторая 1903. Иуда, Голгофа, Рождество Христово, Крестный ход в Курской губернии и другие. Субтитры создавал DimaTorzok